Моё всем общее почтение. Когда-то давно, впервые надрывая скилл в играх мастера, я не шибко интересовался их лором, предпочитая узнавать его детали из видосиков на ютубе от тех, кто вроде как должен был озаботиться его детальным изучением. Говорили при этом лороведы плюс-минус одно и то же, в результате чего их слова по умолчанию становились официальным лором и записывались в Даркопедию. Не верить их словам причин тогда особо не было и зря. Поскольку, как показало время, большинство лороведов перед созданием своих лорных видео вдохновлялись в основном друг другом, нежели первоисточником, от чего от лороведок лороведу кочевали одни и те же косяки и ошибки. Причем, бывало так, что по первой части лор подсмотрел второй у первого, а, к примеру, лорд тройки уже первый у второго. И косяки эти приходится исправлять тем, кто, ну скажем так, разобрался чуть больше в данном вопросе. Так, например, долгое время в статье о дымном рыцаре было написано, что ареной битвы служит каркас железного дракона. Но пришел батя, пояснил, показал и вот теперь там написано все правильно. Ну а блинный железный дракон лишился своего первого и последнего хоть какого-то упоминания в лоре. Так вот сегодня мы вернемся к истокам лора темных душ, а именно к самой первой части игры. И поговорим об устройстве этого мира, богах, драконах и о том, кто кого тут трахал сексом, причем я не шучу. Но сперва у меня для вас действительно взрывная новость. Мы совместно с имба выпустили новый вкус энергетика в новом увеличенном формате. Встречайте вкус бессовестная клубника. Это поистине уникальное сочетание клубники, кактуса и финика. Наверное это самый сбалансированный вкус энергетика какой только был. Не приторно сладкий, но и не слишком кислый, а также очень насыщенный. Этот вкус очень сложно описать словами, но его точно нужно попробовать. Вкус выпущен в большом объеме на 40 порций, а это целых 12 литров. Закупился и больше не придется по жаре ходить в магазин, так как хватит до конца лета. Также сейчас на сайте имбы вас ждут выгодные предложения на несколько популярных вкусов, включая новинки. Но они ограничены по времени, поэтому рекомендую поспешить. Не упусти крутую возможность приобрести наш совместный вкус с имба, а также закупиться по максимальной скидке прямо сейчас. Переходи по ссылке в описании и заряжайся энергией вместе с имбой. Прежде всего маленький дисклеймер. Прежде чем кому-то придет в голову достать свою эпистолярную секиру и броситься в бой на какого-то другого лараведа, я сразу скажу не стоит. Скорее всего из них многие и правда старались и записывали свои одинаковые толкования лора исходя из той информации, которая у них была. То есть основываясь на русской локализации игры. Я же прошел игру на японском и переводил все не при помощи гугл-переводчика, а заручившись поддержкой сразу двух экспертов, за что огромное спасибо Никите Савушкину и Ольге Ковалевской. Именно с их помощью я окунулся в первоисточник по полной. Поэтому я не хочу принижать достоинства других лараведов, я просто расскажу вам как обстоят дела в мире Dark Souls 1 на самом деле. И если это видео случайно смотрят другие лараведы, не переживайте, вы молодцы. Что ж, начнем прям с базы, я бы даже сказал с фундамента и разберем вступительный ролик. Начинается русскоязычный синематик с таких слов «Мир был бесформенным». Услышав эту фразу лараведы, что есть сил, начали наваливать с двух рук своих фантазий, благодаря которым получается так, что драконы существовали едва ли не в вакууме. Мол, мир был пустой настолько, что не было даже времени. Меня эта фраза всегда удивляла, поскольку мир, показанный на экране, не бесформенный. Я вижу какое-никакое небо, я вижу какую-никакую землю, я вижу пространство между небом и землей и в конце концов я вижу каменные деревья, с хрена ли он бесформенный. Так вот, все дело в том, что японцы его таковым и не называли. Данная формулировка целиком и полностью заслуга переводчиков с закорючек на Лангуягу. Изначально же во вступлении говорится, что мир был не разделен, а затем, когда загорелось первое пламя, пришло то самое разделение. Свет отделился от тьмы, тепло отделилось от холода, а жизнь отделилась от смерти. И тогда же и появились первые боги. Бог Света Гвин, Бог Смерти Нита и Богиня Огня, а впоследствии Хаоса, Ведьма Изолита. Говоря простым языком, на сервак упала пачка новых правил, в связи с которыми мир игры преобразился, и при этом в списке нововведений нигде не указано, что появился верх, появился низ и появилось время. Да и богов небо, времени и земли, как вы могли заметить, чё-то не видно. Пушу душ с такими характеристиками в пламени не нашлось, зато нашлось кое-что другое, что нашёл маленький карлик. Но об этом позже, а пока вернёмся к основе основ, к драконам. Начнём сразу с главного. Вот уже 7 лет, всё прогрессивное сообщество лараведов бьётся над вопросом, видели драконы будущее или не видели? На мой взгляд, утверждение довольно странное, поскольку в таком случае непонятно, почему же, если они видели будущее, они не убили предателя Сида ещё в яйце. Причём в яйце его бати. Ведь база гласит, что ногой Сид рассказал Гвину секрет каменной чешуи, дававшей драконам бессмертия, и сделал он это потому, что вроде как завидовал, поскольку сам родился без неё и всю жизнь пытался себе нечто похожее наколдовать. Приготовьтесь, сейчас будет сложно. По поводу чешуи, которая давала драконом бессмертия, в игре действительно её называют никогда не умирающей. Говорит об этом рыцарь Клинков, рассказывая легенду о Ногом Сите. То есть она буквально говорит, что по легенде, Ногой Сид предал драконов, получил от Гвина титул, заперся в огромной библиотеке и погрузился в исследование бессмертной чешуи, которой у него не было. Однако в конце концов эти исследования свели его с ума. И вот эту фразу важно запомнить. В итоге же мы получаем следующий парадокс. Пресносущие драконы, жившие до эры огня, имели чешую, дающую им бессмертие ещё до того, как смерть в этом мире появилась в принципе, отделившись от жизни, о чём говорится в опенинге. А что такое вообще есть смерть в мире тёмных душ? Это, как и в почти любой религии, процесс отделения души от тела. И лишь избранный мертвец сможет возрождаться и подбирать свои души обратно. Ну, либо солится по дороге и нафармит себе новых. Но вот незадача. У драконов из Dark Souls 1 нет собственных душ. Ни с разверства, ни с коломита. Душа при убийстве не падает. Именно поэтому для получения драконьего оружия им приходится рубить хвосты, а не делать оружие из души у кузнеца. И даже у ногого сита душа-то в итоге не собственная, а часть души Гвина. Но всё меняется, когда на арену выходит Dark Souls 2. Но вернёмся к чешуе бессмертия. Её с лёгкой подачей лороведов также называют каменный. И вот это как раз не просто так. Даже по изначальному доремастеринговому синематику было видно, что драконы в опенинге каменные прям как статуи. Однако при этом ни разверстый дракон, ни коломит, ни даже сам присносущий дракон на озере каменными почему-то не выглядят. Более того, если посмотреть сценку, в которой Гвин кидает в драконов молнии, можно увидеть, что открывающаяся в ранах плоть тоже какая-то каменная. Ну и наконец, обратите внимание, что происходит с телом убитого дракона, когда Нита насылает на него миазмы смерти. Да-да, именно их, а не болезни, как перевели у нас. Обратите внимание, как разваливается тело. Оно целиком рассыпается, как каменная статуя. И если в нашей локализации говорится, что молнии Гвина разрывали их каменную чешую, то в оригинале там написано, что молнии Гвина пронзали чешую скал. То есть в этом моменте игра, по сути, как бы намекает, что драконы были ожившими скалами, по сути, живыми камнями. Отсюда можно сделать два вывода. Либо присносущие драконы со временем превращались в живые окаменелости, поскольку не могли умереть, либо все-таки главная особенность присносущих драконов – это не четыре крыла, а то, что они были каменными. А все драконы, которых мы видим в игре – это их потомки, родившиеся уже при эре огня. То есть уже после того, как жизнь была отделена от смерти, и поэтому их убить можно. В то время как для уничтожения присносущих драконов их тела буквально приходилось превращать в пыль, ибо только так убить камень и можно. И тут на сцену выходит присносущий дракон с озера Золы, который вроде и присносущий, но какой-то прям вот ну очень пушистый. Возможно, его вид намекает на то, что он драконий птенец, поэтому он сидит в каком-то гнезде и не пал в войне с драконами. Но самое интересное – это меч, который дают за отрубание его хвоста, в описании которого напрямую написано, что это меч именно каменного дракона. При этом патривые умы, завидев брызги крови при ударах и срез драконьего хвоста, наверняка могут сказать – ну вон же, вон же, не каменный выходит, кровь течет. Я не буду впадать в демагогию и рассуждать, что может он каменный не весь, вот тут каменный, а там не каменный. Давайте просто посмотрим на горгулий колокола. Вот они, по-вашему, каменные или нет? Я всегда считал, что каменные. Ну потому что горгулий – это, в принципе, что-то каменное. Так вот, они точно так же кровоточат и точно так же имеют кровавый срез хвоста. Ну а если же кто-то хочет возразить, что это именно дракон озеро золы, дескать, каменный, мол, у него фишка такая, что вот тот разверстый, а этот каменный, то что тут сказать, если, по-вашему, вот этот каменный, а вот этот не каменный, то мне остается лишь развести руками. В целом же, я считаю базу по пресносущим драконам доказанной. Драконы были каменными, поэтому бессмертие им давала вовсе не каменная чешуя. Такова была их природа. Ну и установив данный факт, возвращаемся к исследованиям Нагова Сита. Про легенду, которую рассказывает рыцарь клинков, я уже упомянул. Именно она и сообщает игроку о том, что Сит занимается поисками чешуи бессмертия для себя. Но, во-первых, очень интересно, откуда кому-то в принципе знать, что он там исследует и чего хочет добиться. Правильно, ниоткуда. Именно поэтому это легенда, а не достоверная информация. Во-вторых, как утверждают элитные лороведы, Сит буквально создал все на свете и даже поучаствовал в мутации детей главного бога. Но принцип построения этих теорий довольно прост. Если чье-то описание об источнике создания ничего не говорит, то без всякого сомнения это создал ногой Сит. Напрямую же в первой части Ситу приписывается создание волшебства, кристальных големов, лунной бабочки и медуз. Чисто умозрительное заключение. Я думаю, многие приходили к мысли о том, что крылья бабочки и крылья Сита очень похожие. И в том и в другом случае это прозрачные крылья насекомого. Ну а что касается медуз, то нижняя часть тела Сита тоже выглядит как что-то медузоподобное. Возникает резонный вопрос, а каким образом создание этих существ способствовало поиску чешуи. И что вообще в этой игре нам указывает на то, что Сит пытался создать именно чешую? Просто чисто глядя на эти два плода его экспериментов и объединив их в одно целое, я бы скорее сказал, что он пытался создать какое-то свое подобие. И если учесть, что медузы сделаны из Дев Гвиневер, я бы даже предположил, что он хотел создать себе дракониху. И если вам кажется, что это тупо, то в качестве примера могу привести классику мировой литературы Франкенштейна Мэри Шелли. По книге о неговенном фильме, монстр, созданный доктором из частей умерших людей, сбегает сразу же после создания, скрывается и наблюдает за людьми, как они живут, что они делают, после чего в поисках такой же нормальной жизни, как у всех, решается выйти к людям, за которыми наблюдал. Но из-за неописуемого внешнего уродства попытка выйти в свет терпит фиаско. Кто-то падает в обморок, кто-то кидается с лилами и все такое. И тогда монстр, осознав, что мир его не примет, поскольку он, мягко говоря, отличается от всех, возвращается к своему создателю и под угрозами убить всех, кто тому дорог, требует создать ему такую же женщину, как и он сам, дабы он не был одинок в этом мире. Как говорится, это я к чему. Рыцарь Клинков говорит, что Сита свел с ума поиск секрета чешуи. Но если обратиться к Dark Souls 2, игре, которая, как известно, имеет очень мало общего с двумя остальными играми серии, но туда для того, чтобы хоть что-то общее у них было, вписали кое-что про Нагова Сита. И Скорпион Тарк, честь создания которого присвоили Ситу, произносит следующую фразу «Наш господин был смертельно одинок. В конце концов, одиночество затмило его разум». В общем, моя версия такова, что Нагой Сит был изгоем среди прочих драконов, чувствовал себя одиноким и за это ненавидел своих сородичей. Ну а исследования он проводил с целью создания подобного себе вида существ, среди которых он изгоем бы уже не был. Но самое интересное даже не это, а то, что написано в описании осколка души Гвина, которая находится у Сита. Там сказано, что Сит получил титул герцога, войдя в королевскую семью по материнской линии. Хрена себе, драконью манку трахнули. И так Нагой Сит вошел в королевскую семью по линии матери. Вот казалось бы, на кой драконе хвост это вообще написано? И тут мы начинаем вспоминать. Вся игра утыкана статуями женщины, держащей младенцев. Пупсы иногда меняются, но женщина как будто всегда одна. Так или иначе, один из младенцев, держащий в руках меч, это первенец Гвина, бывший богом войны, но впоследствии за что-то изгнанный. Вот кстати, в этом моменте хочу заметить, что если бы Миядзаки все свел к тому, что Гвин отверг сына именно за кровосмешение, плодом которого стала Пресцилла, это было бы круто. Но к сожалению, все гораздо хуже. И вот в нарисованном мире Ариамис мы находим выше названную Пресциллу Полукровку, которую на самом деле зовут Пресцилла Полудракон. Причем в описании ее души написано, что она полудракон еще и белый. Также белым драконом, напоминаю, называют Исита. И казалось бы, отцовство очевидно, но во дворе мы видим очередную статую с очередным ребенком. Ну а кто у нас ставил повсюду статуи матери со своими детьми, мы кажется уже выяснили. В третьей части игры у Гвина обнаружилась целая куча детей, но его жене мы как ничего не знали, так и не узнали, причем даже имени, что совсем уж странно. Зато на башенке Иванур Лонда мы находим вот эту тетю по имени Ёршка, которая, как и Пресцилла, тоже, судя по всему, полудракон. У нее хвост, заостренные уши и местами какая-то подозрительно бледная кожа на лице. К тому же идти к ней нужно по невидимому мосту, такому же, какие были в кристальном гроте на Говасита. Так вот, эта дама называет Гвина отцом, Гвиневер сестрой, а Гвиндолина старшим братом. И в итоге по всему получается, что мать на Говасита должна была быть первым мутантом-полудраконом, с которым дед понаделал своих замечательных полумутантов-детишек. И именно поэтому все они, ну, видимо, кроме старшего, такие прикольные. В конце концов, даже Гвиневер лишь иллюзия, которую мы видим только с одной стороны. С другой же, у нее может в противовес огромным сиськам свисать большой мясистый хвост. Драконий хвост. Можно также предположить, что и сам Ногой Сид на самом деле дракония самка, и тогда получается, что дед пер вот прям его. В конце концов, нигде в этой игре вы не найдете такого количества тех самых женских статуй, как в тоннеле, ведущем в архивы Герцога. Но тут есть одно но. В японской версии игры Сид кое-где помечен специальным японским иероглифом, означающим именно мужской пол. Поэтому нет, Сито Гвинд, скорее всего, я надеюсь, не пер. Ну а если вам сейчас кажется, что я шучу или несу какой-то бред, то, блин, приглядитесь повнимательнее к играм мастера. Там, по сути, везде это есть. Ну, кроме Секиро, ибо, видимо, таких приколов в игре про самураев в Японии могли и не понять. В остальном же, весь Бладборн построен, по сути, на кровосмешении с инопланетянами. Кого и от кого там пыталась родить Язевка, я, к сожалению, не помню, да, честно говоря, и знать не хочу. Ну а последняя работа и вовсе мое почтение. Бог Саматрах родил сына Братаёба. И это только вершина круговорота тамошних Саэтий. Самый резонный вопрос, который можно задать в данном случае, это нахрена Гвину вообще мешать свою кровь с драконами. И частично ответ на этот вопрос дает предмет, который вручают игроку при вступлении в Ковенант Путь Дракона. Те, кто молятся древнему дракону, пытаются приблизиться к нему. Быть живым — это слабость. И боги, созданные огнем, не являются исключением. Целью трансцендентных существ является бытие, отличное от жизни. Проще говоря, ничто не вечно в этом мире, даже боги. Вечны лишь присносущие драконы, которых в японской версии также иногда называют нетленными. В общем, если ответ на вопрос о происхождении детей Гвина где-то и есть, искать его нужно не в первой части игры и уж точно не во второй. Ну а за третью я еще пока не брался. Но в целом картина такая. Повсеместная навязчивая расстановка статуй с младенцем призвана отвести внимание от неестественного происхождения детей бога света. Поскольку имя матери мы так и не узнали, а дети — все, кроме старшего. Мутант на мутанте. О том, как эти хвостатые демоны появлялись на свет, думаю, знает вот эта дама с яичком. Что же до безымянного короля и того, почему он был нормальным? Ну, с ним вообще история в целом довольно мутная. Как можно изгонять своего сына за какую-то там связь с драконами, когда у тебя у самого герцог дракон? Но об этом когда-нибудь потом. В поисках же ответов на другие вопросы переходим к недостоверной информации из артбука, а именно к интервью разработчиков игры. Из первых же строк выясняется, что разверстый дракон-то, оказывается, несет яйца. Где об этом говорится в игре? Где? Нигде. К этому нужно прийти умозрительно, глядя на его раздувшийся тазобедренный отсек. И тут вы, наверное, скажете, постой, но ведь он раздулся от обжорства. А где об этом сказано в игре? Нигде. Это написано в Dark Souls Wiki, и источник этой информации, конечно же, не называется. Но, по случайному стечению обстоятельств, переводчица Оля оказалась не только японоведом, но еще и шарит за эту вашу аниму, которую, как известно, очень любит Хидетака Миядзаки. Поэтому смекнуло, откуда ноги растут. Дело в том, что дракон на самом деле не разверстый. Он называется Дракон Обжорства. И в некой аниме Full Metal Alchemist тоже есть персонаж, который называется Обжорства. И выглядит он вот так. Однако то, что этот дракон любил пожрать, никак не отменяет того факта, что в интервью Миядзаки заявляет, что этот дракон вынашивает яйца. И имея уже вот эту информацию, Мизансцена начинает играть другими красками. То есть получается, что медиум, прислужник ногого сита, стоит на балконе не для того, чтобы посылать лучи мутаций, или что он там делал, а для того, чтобы оповестить своего господина, когда его разверстый родственник отложит яйца. А может даже и самостоятельно их спиздюнькать. Ведь ногой Сид занимается созданием всяких разных существ, некоторые из которых напоминают его самого, а другие приходятся родственниками Гвину. Вообще, все, кто внимательно следят за творчеством Фромов, хорошо знают, сколько материалов они имеют привычку выпиливать из своих игр. Происходит это из-за смены концепции и прочих решений. Но бывает и так, что когда что-то выбросить жалко, это переставляется с одного места на другое, и начинает играть уже новую роль. Храм огня должен был быть храмом воды. Почему? Да потому что вся концепция эры огня пришла в голову Хиде Таки уже после того, как Фромы начали разработку. Но Присцилла Полудракон должна была быть в этой игре ключевым персонажем. Не протагонистом, как уверены эксперты с ДС Вики, а скорее чем-то вроде хранительницы из Нексуса, как в Демонах. Она не может быть протагонисткой, потому что игрок должен был ее найти. И судя по всему, кровосмешение с драконами изначально было мейн-темой игры, а теперь отошло на второй план. На первый же план вышла тема огня, богов и тьмы. И в следующем блоке я расскажу, как на самом деле звучит лор на японском. Сразу скажу, здесь совсем уж каких-то сенсаций не будет, но мелкие нюансы все-таки есть. Итак, давным-давно мир был покрыт туманом и еще не был разделен. В английской версии не сформирован, в нашей был бесформенным. Были только серые скалы, огромные деревья и древние драконы, которые не гнили, что наиболее правильно, на мой взгляд, было бы перевести как нетленные драконы, но у нас предпочли витиеватое слово пресносущие, то есть вечные и несуществовавшие всегда. Однако в какой-то момент появляется первый огонь. Вместе с огнем в мир было привнесено различия, тепло и холод, рождение и смерть, свет и тьма. Затем несколько существ, рожденных во тьме, привлеченные огнем, нашли души королей. Первый мертвый Нита, ведьма Изолита и дочери Хаоса, Гвин, король солнечного света и его рыцари. А также никому неизвестный маленький пигмей или карлик. Он, замечу, подбирает свою великую душу уже в облике человека, в то время как существа, нашедшие предыдущие души, были полами. Они получили силу лордов и бросили вызов древним драконам. Молнии Гвина пронзали чешую скал. Пламя ведьмы стало бурей. Миазмы смерти были выпущены Нита. И из-за предательства бесчешуйчатого белого дракона Сита, древние драконы в конце концов были повержены. В английской версии перестали существовать, в нашей сгинули, а в японской именно проиграли. Вот вам и ответ на вопрос, почему если драконы сгинули, мы раз за разом продолжаем их встречать. Это стало началом эпохи огня. Однако, вскоре огонь погаснет и останется только тьма. Здесь примечание от переводчицы следующее. Тьма, из которой вышли существа, и эта тьма не одно и то же, ибо слова написаны по-разному. Если в первом случае была просто тьма, то во втором двойная тьма, ну или тьма тьмущая, поскольку иероглифов, обозначающих тьму, во втором слове два. Сейчас огонь почти погас, он уже не достигает человеческого мира и стоит только ночь. А среди людей начало появляться темное кольцо. Именно так называется метка, которая является доказательством того, что бессмертный проклят. Те, у кого появилась данная метка, возрождаются даже после смерти и в конце концов становятся полами. Как я понимаю, единственное назначение этой метки, это как-то объяснить игроку, почему он и его враги постоянно возрождаются, а, к примеру, этот челик нет. Так что едем дальше. Затем, когда пламя начало угасать, ведьма изолита предприняла попытку воссоздать его искусственно. Вселенная данный мув не одобрила, что-то сдетонировало и пламя стало хаосом. С ведьмой, по большому счету, лороведы справились и лор пересказан правильно. Из интересного могу только привнести наблюдение какого-то японского эксперта, который задался таким вопросом. Почему в опенинге упоминаются дочери хаоса, если хаоса на тот момент еще не было? Ответ. Потому что в ролике происходит повествование из будущего о прошлом. В игре же эти дочери хаоса именуются ведьмами огня. Кстати, вот этот неприметный демонюга на входе – первый в мире демон. Ну, в смысле, это был жрец огня, который стал первым демоном, когда реактор изолита рванул. В итоге, после изолитного фиаско, Гвин решил поддерживать первородное пламя с помощью своей души. Можно сказать, решил положить на место то, что когда-то оттуда взял. Но и этот огонь когда-то должен был погаснуть. Доподлинно неизвестно, тянул ли Гвин резину в холостую, или же выигрывал тем самым время для нагого сита, который должен был для всех изобрести чешую бессмертия. Но поскольку секрет бессмертной чешуи герцогу почему-то так и не дался, пришлось Гвину полымшать в остывшей парилке. С другой стороны, Гвин вполне мог выигрывать время для Фрампта, искателя королей, который называет себя близким другом короля Гвина. Фрампт рассказывает, что ищет преемника короля. Дескать, раз в какое-то большое время появляется какой-то избранный, и он должен унаследовать первородное пламя. Наш протагонист, по словам Змея, не первый, но что случилось со всей предыдущей избранной бессмертной нежитью, не уточняет. Между делом, Фрампт упоминает, что обладатели великих душ, которые он посылает нас собирать, не справились со своими обязанностями. В принципе, логично, но с чем конкретно не справился Нита, не ясно. Скорее всего, из-за проклятия нежити он в принципе стал бесполезен. В целом, суть задачи, которую ставят перед игроком, выглядит так. Пламени нужно вернуть все великие души, которые из него когда-то забрали. Но как будто бы боги либо делать этого не захотели, либо уже не могут. Такой сюжет был бы хорош и эпичен, но, увы, все великие души сбрасываются в чашу для открытия дверей в Гарнила, которое Фрампт называет гробом Гвина. И в итоге получается так, что протагонист наследует пламя от Гвина, просто убив его и зажаривая себя с душой все того же Гвина в кармане. Ну а все разговоры о том, что за время игры избранный и сам, дескать, стал великим, основаны на пустоте и опираются на воздух, поскольку все великие души в этой игре именно что были найдены в первородном пламени. В противовес Фрампту выступает Каас. Лелеющий тьму Каас при встрече обещает рассказать протагонисту правду о бессмертии и о таких же, как он. А кроме того, он может передать герою силу, пожирающую жизнь. Благодаря этой силе тот может продолжать оставаться человеком в качестве бессмертного и может снять наложенные на него божественные оковы. Тут, скорее всего, речь идет о темной руке, при помощи которой мобы из затопленного лонда поглощают человечность. Ну а правду Каас излагают следующую. Когда-то, когда огонь только появился, следом за древними королями твой предок нашел четвертую душу. Темную душу. Твои предки заполучили душу тьмы и ждали, когда огонь угаснет. Вскоре огонь погас и осталась только тьма. Так началась ваша эпоха, эпоха тьмы. Однако король Гвин боялся тьмы, боялся исчезновения огня и страшился людей тьмы. Он боялся короля тьмы, который вскоре должен был родиться среди людей. Он боялся мировых законов. Поэтому он унаследовал огонь и обязал своих сыновей руководить людьми. Чтобы вы, люди, все забыли, оглупели, оскупели и король тьмы не появился на свет. Я мировой змей, я стремлюсь к установлению верной эпохи и поиску правильного и короля. Однако еще один мировой змей Фрампт забыл законы и подружился с королем Гвином. Бессмертный герой. Я, Каас, поведаю тебе истинную судьбу. Ты должен убить угасшего короля Гвина, который, пойдя против законов, унаследовал огонь. И стать четвертым королем, привнеся тем самым эпоху тьмы. Каас о богах. Они все были бесполезны. Они не знали ценности правды, лишь хвалились свои силы. Я ожидаю большего от тебя. Каас после наполнения чаши. Потрясающе. Ты отлично следовал моим наставлениям. Ты действительно являешься королем людей, повелителем тьмы. Итак, иди, убей угасшего Гвина. Я, Каас, буду ждать тебя здесь, чтобы служить тебе, когда ты вернешься и начать эпоху тьмы. Ну то есть Каас говорит, что люди создания тьмы, и эпоха тьмы это время людей. Однако же вступительный ролик игры прямо говорит о том, что создания тьмы это полые. Души же в них появились благодаря пламени. Но в то же время души и человечность в этом мире две совершенно разные вещи. Люди в этом мире находятся посередине между светом и тьмой. Ибо если души появились благодаря пламени, то человечность появилась благодаря тьме. И по сути каждый из змеев пытается перетащить людей на свою сторону. Фрампт на сторону света, Каас на сторону тьмы. Так или иначе, нетрудно заметить, что все, кто в этом мире послушались Кааса, закончили крайне скверно. Что уже само по себе намекает, что он врет. И концовка сырой тьмы плохая, а не хорошая. Ну а Гвин принес себя в жертву не потому, что испугался тьмы, а потому, что хотел сохранить жизнь в этом мире. Но время, которое он мог дать этому миру, закончилось, и он стал повелителем пепла. В погасшем горниле первородного пламени. Как же это грустно и по-своему величественно быть повелителем пепла. Оставшегося от некогда вспыхнувшего пламени, подарившего жизнь людям и силу богам. Как же сильно это звучит. Повелитель пепла. В английской версии он, кстати, повелитель золы. Что, наверное, даже чуть больше отражает суть того, что пламя все-таки еще тлеет, а не погасло окончательно. Ну а в японской версии Гвина дословно зовут король дров. Ну, знаете, есть король лев, а есть король дров. Ладно, на самом деле дрова тут метафорические, поскольку топливом для первородного пламени служат не дерево. Но все равно звучит по-дебильному. И в этом, в общем-то, есть вся суть лора Миядзаки. Для того, чтобы то, что он насочинял, стало более-менее норм, это за ним должны переделывать эксперты. Именно переделывают переводчики, а лор лороведы. Которые предпочитают сочинять теории параллельных миров, о которых в игре нет ни слова, нежели уделять внимание всяким там кровосмешениям, которые в игре как раз есть. И в итоге скомканный и полный дыр лор мира темных душ превращается в огромную вселенную, продуманную настолько, что как будто бы во время работы над первой игрой мастер сразу же думал над третьей. А между тем, вопросов о мире темных душ всегда было и будет больше, чем ответов. А лор всегда будет дырявым, как решето. И подходить к нему нужно, имея тоннельное зрение и не задавая лишних вопросов. Таких, например, как кто появился раньше, изначальные змеи или присносущие драконы? Почему про змеев не говорится в опенинге? Если змеи такие же бессмертные, как драконы, почему они не из камня? Какое змеям в принципе дело, будет гореть огонь или не будет, если они жили до пламени, во время пламени и видимо могут жить во тьме? Почему душа Мануса, которую тоже нашли в первородном пламени, не нужна ни для возжигания, ни для того, чтобы к нему пройти? Ведь если в принципе огонь питается человечностью, получается, что пламя начало гаснуть именно, когда Манус эту человечность оттуда забрал, став первым человеком. А именно человечность, я напоминаю, апает костры, причем человечность уже употребленная персонажем. Ну а вот, например, описание души Нита. Душа короля могил Нита, первого мертвого, одна из королевских душ, найденных в начале эпохи огня. Нита управляет смертью всех живых существ и посвящает смерти почти всю силу этой души. Означает ли смерть бога мертвых то, что люди перестанут теперь умирать? И как вообще появление темной метки и бессмертных бьется с тем, что смертью командует Нита? Он тоже одрихлел и ослаб, или как Дэвид Джоунс забил на свои обязанности? И это я еще молчу про DLC. А молчу я потому, что о том, что наворотили в нем, мы лучше поговорим как-нибудь в другой раз, после того, как я алчным глазом посмотрю на количество лайков под этим видео. Как-то так я планировал закончить этот ролик, но в свете последних новостей о замедлении ютуба, вполне может случиться так, что в скором времени нам придется затерпеть и смотреть ролики где-нибудь в другом месте. Поэтому подпишитесь заодно, чисто на всякий случай, на мою телегу твичи Трова, ссылки будут в описании. А на этом в общем-то все, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok